Притча Шломо начинается с пасука Мишлей Шломо бен Давид Мелех Израиль. Притча Шломо сына Давида, царя Израиля. И возникает вопрос, чему нас учит этот пасук. Когда мы берем новую книгу, то важно обратить внимание на две вещи. Во-первых, посмотреть, кто автор, для того, чтобы понимать, насколько информация глубокая, интересная, достоверная, стиль, подача. Во-вторых, какую цель автор преследовала этой работой. Например, если возьмем комментарий на письменную Тору, на Хумаж, то мы видим, что каждый комментатор объясняет под каким-то другим углом. Тот объясняет пшат, простое толкование. Кто-то объясняет драж, более глубокое толкование. Кто-то объясняет ремис, намеки, гематрии, числовые значения. Кто-то объясняет сот, тайны Торы. Поэтому важно читать предисловия автора, чтобы знать, какую цель автор ставил себе этой работой. Шломо здесь написал два предисловия, и мы находимся в первом. Он обозначил три звания. Шломо, сын Давида, царь Израиля. Давайте разберем. Про Шломо написано, что он хахамикул адам. Он самый умный человек на планете. Он знал все процессы, которые происходят в материальном мире. Процессы, которые происходят в духовных мирах. Их сочетание. Он знал все языки, включая языки животных, языки птиц. Поэтому аллегории, которые он подбирал, они очень мудрые и оптимально раскрывают нужную тему. Сын Давида. Давид был очень успешным человеком. Все, за что он брался, у него получалось. Он победил Голиата. Он стал царем. Он победил множество воин. Его жены, каждая из них была не только красивая, но и яркая личность сама по себе. От него пошла династия Машиаха. Его заслуга была строена в первый храм. Но главное его качество – это ирачамайм, богобоязненность. Он написал книгу Таилим, которая стала бестселлером на все поколения. Человек, например, у которого есть трудности с заработком, какая-то проблема со здоровьем у него, в семье, у друзей. Не получается шедух. Он берет псалмы Давида, Таилим, и читает в тех местах, которые соответствуют его теме. Как эта книга была написана, царь Давид оказывался в сложных ситуациях, и он понимал, что это испытание. Что Бог повестил его в определенное испытание, и как будто скрыл себя от него, чтобы он из него вышел. Он находил корни проблемы, находил правильные слова, и обращался к Богу, и как будто хватался опять за руку Всевышнего, и выходил из этого испытания. И он понимал, что это не только его испытания, что в будущих поколениях будут разновидности испытаний у его потомков, и что его псалмы, они помогут им в этих испытаниях. Поэтому, когда Шламу говорит, что он сын Давида, здесь, имеется в виду, что с помощью аллегорий он будет раскрывать связь с Богом. Третья вещь – это царь Израиля. У царя Израиля есть дополнительная заповедь – написать свиток Торы и везде его с собой вносить. Поскольку царь Израиль и его задача – объединить еврейский народ для службы Богу и вести народ по пути Торы и заповеди, то он должен всегда с собой держать свиток Торы и читать по нему. Поэтому, когда Шламу говорит, что он царь Израиля, имеют в виду, что его аллегория – это не просто психология или философия, а это мудрость Торы. Получается, есть в каждой аллегории три вещи. Первое – она мудрая и оптимально раскрывает тему. Во-вторых, она помогает найти связь с Богом. И в-третьих, это слова Торы, это изучение Торы. И в следующий раз мы начнем учить аллегории. Субтитры создавал DimaTorzok